Сенсорная комната появилась в Пустозерском доме-интернате для престарелых и инвалидов. Необходимое оборудование было закуплено и доставлено в Наринмар в рамках соглашения о социально-экономическом сотрудничестве между администрацией округа и компанией «Лукоэлл». Теперь сотрудники дома-интерната смогут обеспечить для постояльцев учреждения психологический комфорт, снять различного рода напряжения и даже достичь терапевтического эффекта. Сегодня психологическую разгрузку в новенькой сенсорной комнате Пустозерского дома-интерната для инвалидов и престарелых получают гости. Журналисты, сотрудники Департамента социальной защиты и представители компании «Лукоэлл». Вы можете смотреть, перебирать, думать о сегодняшнем дне. Со мной произошло столько хороших вещей. На специальном пульте 12 кнопок. Каждая из них включает определенный сигнал, который воздействует на пациента. В результате корректируется психоэмоциональное состояние, улучшается самочувствие. Использовать одновременно можно только два сигнала. Вот первая кнопка. Обратите внимание, сзади у вас начинает вращаться шар. Вторая кнопка. Шар начинает светиться. На него направлен прожектор «Зебра-50». В идеале, конечно, чтобы расстояние было до 7 метров. Но так как у нас площадь маленькая, свет получается рассеянный. Комната рассчитана на индивидуальные, групповые, до трех человек занятия. Человек, который приходит сюда, он получает и психологическую поддержку, и для коррекции его каких-то физических недостатков. При рукото-плоскостопии, вы сейчас не можете это ощутить, вот, уже идет воздействие на все органы чувств. Сенсорная комната в Пустозерском доме-интернате появилась благодаря инициативе губернатора Александра Цибульского. Во время одного из визитов он отметил, что учреждению не хватает такого помещения. Год прошел. Конечно, нужно было сделать работу по перепланировке. То есть, впервые сделали помещение, ремонт провели. И после того, как ТПП «Луко» оказал нам помощь, были выделены средства на приобретение оборудования, было установлено здесь. И вот сейчас мы видим, что это одна из лучших сенсорных комнат в Невском автономном округе. На обустройство сенсорной комнаты вместе с ремонтом помещения ушло более миллиона рублей. Часть средств выделила администрация округа. Часть – спонсорская помощь компании «Лукоэл». Компания «Лукоэл» является социально направленной компанией и всегда поддерживает и будет поддерживать подобные проекты. Мы очень рады сегодня присутствовать на открытии данной замечательной сенсорной комнаты. Я считаю, что подобные комнаты должны находиться во всех специализированных учреждениях. Занятия в сенсорной комнате с постояльцами дома интерната уже начались. Пока это индивидуальные сеансы небольшой продолжительности. Но положительный эффект уже есть. Ольга Русул, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север».